друзья с вами denis geek и сегодня вам расскажу как не остаться без света а именно про вот такую интересную штуковину это аккумуляторные лампы светильники с датчиками движения когда-то мы и сами такие делали я думаю это взяли китайцы за основу то есть на короб наклеена светодиодная лента подключаем блок питания либо любой аккумулятор и в принципе у нас уже есть светодиодная лампа а если добавить датчик движения вуаля вот они только здесь у нас уже все в одном уже собрано в красивом корпусе и доведено до ума комплект от сам светильник он сразу с коробки начинают уже работать кабель зарядки ну и одна из интереснейших штуковин это магнитная пластина одна у нас клеится на светильник таким вот образом а вторая у нас идет клеится на любую поверхность зависимости от модели светильника эти пластины могут отличаться так в принципе у них комплект стандартный то есть видите здесь две у нас и ответные части мы клеим на плитку потом клац и у нас уже светильник висит когда нужно когда он разрядился нужно поставить на зарядку клацу мы его забрали и установили заряжаться модели могут отличаться самим корпусом длиной светильника то есть это у меня вариант 40 сантиметров а вот этот вот 32 сантиметра на каждом из них как вы видите присутствует по датчику движения тоже немножечко отличаются но это мелочи и включатель у нас отличаются значит один у нас идет ползункового типа переключатель то есть режим выключена средний это у нас режим по авто датчик движения и нижний это у нас постоянное свечение здесь у нас кнопка просто одно нажатие у нас мину светильник это режим датчика движения когда темно есть движение он включается второй режим постоянное свечение это как срабатывает датчик движения темно мы заходим об рука датчик движения сработал значит время свечения примерно около 20 секунд потом он либо же обновляется если есть движение он не выключается продолжается если нет движения выключаются ну и например в туалете срабатывает кстати он включился на большое расстояние где-то метра ну 3-5 метров дальность срабатывания также может зависеть от модели версии установленного датчика и теперь главный вопрос аккумулятор что же у нас там стоит как его разобрать значит вот здесь у нас два колпачка они классно отщелкаются из его вверх чуть-чуть надавить на защелку вот тут у нас сходит и мы сразу видим здесь у нас наша кнопка переключатель датчик движения и просто на себя мы вытягиваем всю нашу светодиодную пластину здесь светодиоды на текстолите вот они как мы видим здесь у нас места под несколько аккумуляторов сразу предполагаются что эта модель может быть из более емким аккумулятором но стоит у нас здесь стандартно один аккумулятор примерно емкости но 600 500 600 миллиампер может даже 400 ну скорее всего 500 производитель заявлял 500 вот у нас кстати разъемчик зарядки микро юсб ток 240 миллиампер на него подается и вот это я уже допаял свой аккумулятор они очень тонкие здесь и проблемно установить какой-либо другой аккумулятор кроме подушечки пакета вот увидите второй вариант светильника разбирается точно также мы поддеваем его щелчок и вытаскиваем в принципе всю эту лабуду здесь корпус чуть поболее более толстый но вы видите что даже 14 500 формат сюда не влезет про 18 650 даже и заикаться не стоит если у нас также присутствует переключатель и разъемчик микро юсб вот это вот и вся весь светильник планка на текстолите с аккумулятором и главный вопрос это время автономной работы от вот это вот аккумулятор он идет стандарта стоково значит в этом светильнике время работы примерно ну где-то в районе трех часов это непрерывного свечения вот такого она не особо яркая но как ночник и как доп свет отличная штука в режиме датчика движения время работы намного увеличивается в зависимости от частоты использования примерно 5-7 дней то есть может и больше у кого-то будет этот светильник примерно такие же параметры имеет только время работы где-то у него там четыре часа а у датчика движения будет чуть чуть больше там до 10 дней неплохой результат ну и конечно же при огромнейшем желании если в каком-нибудь корпуске или дополнительном добавить просто внешне два аккумулятора литиевых или хотя бы один там емкостью 3 2 с половиной 3 3 300 то время работы вы конечно же очень сильно возрастет просто до неузнаваемости заражаются от микро юсб ток 240 миллиампер значит горит красный светодиод когда наш аккумулятор заряжен светодиод просто тухнет вторая лампа аналогично потому что контроллер у нас в принципе такой же самый стоит такой же самый ток все это дело вот так вот работает в общем друзья вот такие вот интересные светодиодные светильнички стоят они совсем недорого ссылочки будут под видео в описании вы не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки с вами был denis geek пока пока пока